Всем привет! Это видос будет посвящен как проходит мой день вот этому запросу. В общем, вообще у меня день вчера. Сегодня день у меня, наверное, начался, еще даже не закончившись вчерашним. Потому что что-то у нас как-то... Вот этот вот товарищ сильно буянил. Полночи. Гонялся, лопил, что хотел, непонятно. Вот, кстати, его миска с едой. Аж три миски с едой. И вот у меня тут он пытается съесть мой козий творожок. Козьего творожка ему тоже досталось. Вот родня бы меня поругала за такое козьим творожком и кормить кота. Ну, немножко ему досталось. Тут у меня вон то малиновое... Из малины, короче, и черной смородины варенье. Малины там почти ничего. Кстати, если что, я люблю малиновое варенье. Если не знаете, чем меня порадовать, но хочется, то я буду рада баночке малинового варенья. В общем, тут у меня творожок, молоко и... Козье молоко и козий творожок. Тут у меня хурмина одинокая. И киви. И вот молоко. Точнее, капучино с козьим молоком. Вот это тут бусида. Бусидо. И молока я в этот раз полила, что-то, видимо, чуть меньше, поэтому у меня как-то пенка взбилась. А, конечно, она взбилась в два раза больше, но не полная чашка. В общем, сейчас у меня будет очень поздний завтрак. Ибо пока я свободен, к сожалению, от работы, какой бы то ни было, такой конкретной, с конкретным таким жестким графиком. И я потом планирую записать для вас видео про Эйвен, про свои запасы, то, что было вчера в стриме запросов. Ну и попутно буду снимать, возможно, даже саму себя в кадре. А пока я с вашего разрешения покушаю. И вот вам котика. Тишка! Забыл выпить чай и полить цветок. Тут был чай. Я вчера вечером налила, но как-то отвлеклась на кота и забыла. И вот сейчас я вам покажу. Уже снитесь, у меня тут гора посуды. Вообще это горочка. Маленькая такая горочка посуды. Которую мне предстоит сейчас вымыть. Там обмылки мыла саванри. Если вам интересно, что такое мыло саванри, то я оставлю вам ссылочку в инфобоксе. Кстати, вон там у меня баночка, в которой остатки разведенной... Да, кстати, ссылочка в инфобоксе будет на обзор этого саванри. В обзоре этого саванри будет ссылочка с ценой. Даже цена и ссылочкой название этого мыла на сайт, где можно заказать это крюльевое мыло. Короче, там у меня остатки этой самой горчицы. Я сейчас туда собираюсь ее досыпать. Жидкой горчицей как-то удобнее мыть. А вот это, да, вот это у меня полотенце, я им стираю как бы всякое. Ну, типа она кухонная, чуть не сказала хозяйственная. Наверное, так и есть. Кухонное полотенце. Раньше оно было, я им голову вытирала, но моя бабуля его как-то приспособила не туда. В результате из-за моей брезгливости я стала им вытирать на кухне. Вон в той баночке. Такая жиденькая фигнюшка. На самом деле, ух ты, она стала совсем жиденькой. Я туда налила специально вчера воды. Это у меня остаток маленький такой. Никуда не вылилось, я вылила в эту баночку. Мыло я делала как-то на основе мыльной с алоэ верой еще чем-то там. И вот, слушайте, оно так хорошо посуду отмывает. Наверное, мне вот с этой штукой. Но тут, правда, у меня была паста арахисовая. В общем, собираюсь я сейчас мыть посуду. Еще хочу вам похвастать. Я вчера в стриме говорила, что собиралась тереть морковку. На ту, чтобы ее заморозить в результате, я что-то как-то лоханулась. Не, морковку я потом потру. Я ее даже вам сейчас покажу, эту морковку. Заодно сама сейчас проверю, что там с этой морковкой. Вот у меня эта морковка. Морковка. На бумажке. Я ее вчера помыла. И надо теперь ее почистить. Порезать, наверное, слегка. И засунуть в эту электрическую мясорубку. Я постараюсь вам, если не заснять процесс, потому что она дико шумит. Но хотя бы покажу на видео, как она выглядит. На фотках-то я, по-моему, ее выставляла где-то. Ну, пусть еще будет на видео. Чтобы она не обиделась, что морковку показала, а ее нет. И, в общем, я сделала вчера этот салат из яблока, который я покупала, вот они, кстати, совершенно незрелые яблоки, на деле оказались из этой пятерки. Которые вот в видео, там у меня еда какая-то, обзор пятерки, что есть. Я, короче, оставлю ссылку тоже в инфобоксе на это видео. И, в общем, они крепкие, незрелые такие яблоки, урожая прошлого года. Я взяла несколько яблок. И одно, кстати, было, когда их мыло, одно было полностью испорченное. Вот если бы оно перезрело и подохло. Ну, а тут оно нифига не перезрело, просто испорченное. Ну, и, короче говоря, да, вот у меня тут сок. Еще один сок. И я сделала салатик из маленькой редьки. И яблоков там 3 или 4 штуки, по-моему, 3 штуки яблока и сколько-то морковки. В общем, у меня этого салатика дофига получилось. Я его замаслила под солнечным маслом и больше ничем. И он, по-моему, в холодильнике и вообще он может жить дня 3, наверное, в таком виде. Я такое делала себе на работу, очень вкусно. Кстати, советую вам. Сейчас я покажу вам этот салатик. Такой вот салатик в таком контейнере. Тут моркови больше, чем нужно. Ну, видно, наверное, да? Ну, внутри там есть яблочко и редька. Очень полезно и вкусно. Вон там у меня стоит козье молоко. И практически деревенские яйца. Ну, правда, в этих штуках, ну, так удобнее нести. Всякие заготовки, супчик. Почти обзор холодильника. Этот самый заливной мясо, забыла его, как холодец. И всякая такая разная еда. С рыбкой. Да, у меня тут что-то запас есть. Посуда вымыта. Вообще, у меня была идея поставить этот самый фотик на штатив и записать, как я это делаю. Если вам это интересно, мне можете дать в комментах. И в следующий свой день я постараюсь... В следующий свой день, скажем так, я вот это постараюсь включить. И еще у меня, пока я мыла посуду, вообще, у меня, я заметила, вот, мою я голову, у меня идут мысли. И мою я посуду, у меня идут мысли. У меня пришла мысля одна. Если у меня получится сделать, то я... Вы это увидите. А если нет, то я попробую в следующий раз. Ну, в общем, есть у меня одна мысля. Записать на другую камеру, как я пишу этот какой-нибудь... Даже не вот этот именно видос. А вот планирую я сейчас и вам записать обзор. И, допустим, какой-нибудь другой видос. Ну, я могу вам пока покрывать тут. У меня одинокая хурма. Все никак не съестся. И апельсиновый сок, который я налила дня три назад, эту чашку. Вот я его все что-то никак не допью. Узрите, люди, меня в халате. Я решила попробовать еще и записаться вот на эту репку. Ну, как мой день проходит, да? Ничего, что я еще в халате. Я надеюсь, вас это не смущает. В принципе, те, кто со мной с самого начала видели меня и в другом халате, я думаю, были привыкшие. Мне даже кто-то писал в коммент или в личку, что в халате я как-то выгляжу по-домашнему. Это нормально. Но на заднем фоне у меня же не разобранная кровать, а я вполне себе вменяемая. Да, кстати, вот что. Одна не то чтобы мечта, но, может быть, мечта. Я специально ходила по магазинам тут, но что-то не видела именно вот такого вида. Но были большие, но настолько большие, что вот это еще можно в сумочку убрать. Вот это, по-моему, не ифрашевская. У меня еще была такая ифрашевская, но у меня бабушка ее по ошибке сожгла когда-то в деревне в печке. У нее вот эта штучка отваливала. Да, тут у меня волос зафига сейчас заметила. И надо эти волосы выдереть. Короче, у меня вот на этой вот щеточке деревянной, суть сама, я хочу деревянную щеточку такую маленькую, но видела пока только большие. И у меня вот из нее выпадают вот эти палочки. Тут вот. Ну, я думаю, видно, что она вся такая раздолбанная слегка. И вот я хочу себе эту щеточку, но не эту именно щеточку, она уже коньки откидывает, а вот именно маленькую такую щеточку за волос деревянную. Если вы где-нибудь увидите, вот еще один отваливается уже, и решите мне сделать приятное, то я буду очень рада и вам благодарна. И, кстати, человек, писавший комменты по поводу писем бумажных, я думаю, что видео такое обращение лучше делать удобнее, ну, как более конструктивно, более, не знаю, как бы сказать, ну, короче, больший эффект будет. Если ты напишешь мне в личку, допустим, за моим, за требованием моего полного домашнего адреса, то я тебе его скину, можешь написать мне бумажное письмо, я отвечу. Вот, если там будет, конечно, если там не будет, как вот мне писала как-то девочка, и просила тупо там привет передать, обзор письма сделать, там три строчки было, что ответить даже не знаю, что, а если там будет хотя бы страничка написанная, ну, оно будет как-то подразумевать ответ, то я с удовольствием тебе отвечу. Так что вот. Вот, я думаю, для видоса, который, типа, как я провожу день, слушайте, ее, эту камеру практически можно использовать как зеркало, хотя у меня вот тут вот стоит зеркало. Только она вот что это, не напрямую отзеркаливает, у меня что-то упало вроде, хотя нет, ничего. А это вот это, у меня отвалилась вот эта вот штучка, она все-таки отвалилась, даже две штучки. Все, печально, у меня вот эта штучка линяет, у меня есть деревянная маленькая расческа, по-моему, в обзоре сумки своей, это, с всякими японскими людьми, не только японскими, но азиатскими. Я ее показывала, такой гребешок из вишни, из вишневого дерева, который я в Китае заказывала на Али, за 30 рублей до сих пор помню. Но все-таки вот она для сумки, а вот хотелось бы еще щеточку. Я прям не знаю, может мне сейчас прогуляться, куда, где эти щеточки еще бывают. Я вообще собиралась куда-нибудь прогуляться, потому что хоть там и дикий самой, скорее не сколько самой, сколько этот ветер самуйский. Мне родня сказала, что очень ветер холодный на улице, но, кстати, там меня сегодня в этом, в Тифаретнике, у меня, кстати, там открыта вкладка вообще на самом деле, просили, спрашивали, могу ли я вести трансляцию без очков. Ну, без очков, конечно, я могу, но я не увижу каменты. Еще была тема такая, по-моему, Влад писал в каменты на тему снимать прямую трансляцию, как я что-то готовлю. Я, конечно, могу это сделать, но я не знаю, а как я буду отвечать на каменты, или вы будете смотреть, а потом писать каменты, потому что там я заметила, что в какой-то момент лента каментов куда-то исчезает вообще, ее не промотаешь. Ну, я могу такое сделать, я вот подумала на нетбук попробовать подключить ее, вот эту камеру, и протестить какую-нибудь маленькую трансляцию. Если пойдет, то почему бы и нет. Кстати, вот сегодня волосы я мыла опять этим шампунем мандариновским, тайским от Влада. вчера другим малышам это типа как мой день проходит. Вот у меня тут эти ногти, с которых этот лак уже слинял, сейчас я буду это стирать. заодно вот сейчас пока пишу, узнаю, как оно у меня в монтаж-то сможет этот формат видео влезть или нет. Еще я, кстати, загрузилась, у меня там вкладок несколько открыто по поводу донатов, трансляций. На самом деле, мне кажется, если люди хотят, то они задонатят. Есть там донат трансляции или нет? Потому что так-то сейчас в трансляциях есть эти платные сообщеньки. Мне, правда, 30% от дохода от этих платных сообщенек забирает YouTube и та партнерка, с которой я как бы сотрудничаю. Кстати, она украинская на самом деле. И, в общем, я к тому, что если люди хотят, то они как бы видят вот этот Яндекс, допустим, мой счет и туда кидают. Вот мне вчера добрый человек закинул монетку. Кстати, да, я тут это открыла, это своего рода донат, правда, вне трансляции. Но, в общем, приложение в YouTube, в этом, в ВКонтакте, ссылка в инфобоксе есть на это приложение и еще ссылка на Яндекс. Открыла я донат, я хочу вот этот все-таки графический планшетик себе для работы. И даже немножко другой модели, скажем так, мне пообещали скидку на другой, чуть подороже планшет, но той же самой фирмы, X-Pen, кажется, Artyst 16, вроде так. Ну и, в общем, мне необходима сумма 29 тысяч, сейчас у меня пока 27. И если, допустим, кто-нибудь из вас решит помочь мне в этой благородной цели достижения, я буду рада вашей небольшой помощи, к примеру, ваши 100 рублей чуть-чуть приблизят меня к моей цели. Вам вроде как мелочь, а мне вроде как поддержка, скажем так. Ну, в общем, если вы хотите мне помочь, то информация насчет этого доната есть в инфобоксе. На всякий случай вам большое спасибо. Я даже могу потом всем, кто мне задонатит, ну, скажем так, по никам прочитать, вот специальный видос там какой-нибудь заснять, или когда вот куплю этот планшетик, сказать, вот буду обозревать и скажу, что вот благодаря таким-то людям ник-ник-ник-ник или имя, я случилась это такая вот покупка долгожданная. В общем, как-то так. Вот, я заодно сейчас прикладываю вот эту жидкость. Кстати, хорошая жидкость. Я ее в нашем магнит-косметик покупала, который углич открылся. Практически все полностью удаляет. Вот тут, правда, я кусочек что-то заметила, немножко не удалилась. Но намного лучше, чем та предыдущая с якобы ароматом вишни, точнее, с экстрактом вишни. На самом деле, там вообще вишни не было. В общем, вот. И ногти она как бы, ну, не рушит. Хотя они у меня тут немножко не то, что слоились, сломались, а несколько из них. Вот, три, по-моему, пальца. Вот эти три пальца. И как бы, может, надо еще опять кальция поесть. Но я их сейчас удобряю вот тем недоблеском, который я тогда делала на камеру в каком-то своем видосе. Я, кстати, хочу, вот мне Влад подал идею. Я и так собиралась, но можно, думаю, сделать на камеру. по поводу мыла и страв косметики такой экологической. Я хочу экологической, экономической, экологической, экологичной. В общем, какой-то такой натуральной косметики я хочу сделать. У меня еще стоит отделяр и масло кокосовое, кстати, до сентября этого года. Я что-то в прошлый год его только полбанки, наверное, или одну треть доделала. Я еще сегодня планирую, или завтра сегодня, наверное, булочки сделать с кокосовым маслом, такие типа, как гренки, как-то делала. Мне очень понравилось, решила еще раз делать. Вроде как прохожу свой день. Ну и в общем, я хочу сделать на кокосовом масле воски и каких-нибудь маслах себе возле ногтей, потому что вот тут уже доходит до красной вот этой фигни. И я думаю, что я, хотя я не знаю, может быть, оно красным и не будет меня впахивать эти ноготочки. Короче, я их удобряю вот этой своим самопальным воском, который я делала как бы изначально бальзам для губ, но получилось цветной такой, типа бальзам для губ получилось, что он воском стал. Потому что эта краска, красненький краситель пищевой осел на низ. И вот у меня Аленка тогда, кажется, Аленка, да, дарила вот этот бочонок. Что-то вот они мне так раньше нравились, а сейчас разогравились. У меня еще в запасах такой стоит новый, совершенно не открытый, тоже от Аленки. Видимо, меня решилось ими в свое время задарить. Это Арифлеймовский бочонок с ароматом или эффектом или чего-то там меда. Я не знаю насчет меда, потому что как потомственный, скажем так, как человек из потомственной семейки пчеловодов, я представляю, как пахнет мед. И это, ну, совсем не мед. В общем, может оно хорошо его заюзать, как, допустим, бальзам для губ, но вот на всякие сухие части тела, как, допустим, вот на эти костяшки, у меня очень сухие сейчас. Ну, не настолько сухие, допустим, как вот назад, но действительно сухие, но, в общем, оно как-то мне кажется липким, неудобным, какой-то, в общем, мне не нравится эффект от него. И эффекта вроде как нету еще липко и как-то не так. И на ногти я его тоже не наношу сейчас, поэтому я решила себе еще один воск сделать, уже исключительно воск. Такой поток сознания. Еще у меня тут еще крем для рук есть. В общем, я сначала удобрила эти ногти, и сейчас буду марафетиться для Эйвановского обзора. Так как мне надо как бы еще переодеться, то я думаю, что надо нажать пока на паузу. Много говорения насчет обзора Эйвана, но у меня уже болела корлышко, а еще полностью практически разрядился фотоаппарат. Я хотела, вот говорила, наверное, в начале видео, что хотела попробовать одну мысль, но подумала, что у меня мои контакты с какой-либо установкой Linux, какого-то приложения, всегда начинаются с одного, потом возникает еще какая-то идея, мысля, и уже это все затягивается на час, два, три. Поэтому я решила просто, может, когда-нибудь в будущем попробовать, ну и если еще кому-нибудь все-таки захочется еще раз этот день лели, то я постараюсь воплотить свою мечту. Ну, в смысле, не то, что мечту, а именно желание записать на вебку, допустим, как я кусочек какого-нибудь процесса записи этого самого видоса какого-то. Ну и, как бы, раньше я еще планировала на другой фотоаппарат записывать с одного на другое, но раз тут у меня есть более лучшее качество, даже более круче качество, чем вот, допустим, на Соньку мою. Я, правда, не знаю, в каком это расширении вообще в формате будет, потому что я только пока еще пишу на комп. Вот, кстати, на минте у меня была возможность захвата экрана, чисто когда вот тестируешь вебку на компе еще ту старенькую. Но вот здесь этой именно функции нету, правда, у меня там через другую программу открывалась, ибо через чисто у меня что-то тогда не пошло, даже не с бубном и песнями, а здесь, но я вот хочу потом поизучать эти приблоды, потому что, кажется, Влад писал на стриме в первом или в втором, но я не считаю вот те самые два первых тестов, хотя которые вот на три часа и на два с половиной. Насчет трансляции, вот где можно нажимать на паузу, да, там, или еще как-то, ну, не через гуглевскую, вот эту приблоду бывшей гуглталка через что-то другое, но я еще просто в процессе мысли я постараюсь про это почитать, и если возможно, допустим, без особых усилий и напрягав с линуксом что-то такое соединить через какую-нибудь тоже программу, то я, возможно, тогда буду вести не только через гуглевскую приблоду, но это чисто планы на очень сильное будущее. в общем, да, я сейчас скидываю на данный момент вообще видео с фотика на ком, то, что я сняла, то, что я сняла вот про этот мой день и то, что я сняла этот обзор Эйвен, он, по ходу дела, будет минут на 40, но я решила тогда обозреть, в общем, не то, что у меня есть вот именно косметические средства, да, еще у меня там есть ланцы от Эйвен, вон, прео там от Эйвена, еще есть платочек, еще что-то, в общем, какие-то вещи чисто Эйвеновские, которые я заказывала в Эйвен разные года общения с Эйвен и будучи просто покупателем и будучи уже консультантом Эйвен, ну и вот я сейчас пока это закинется, я собираюсь прогуляться, хотя вот у нас уже слегка темняет, у меня на мониторе, ой, уже у меня без 14 минут 5 я так долго проводилась с записью видео, ну и все равно я куда-нибудь прогуляюсь, хотя там вроде как, не знаю, вот сейчас в окно смотришь, вроде ветра-то нету, по крайней мере не ощущается, когда к окну подходишь к форточке, тебя форточку сейчас держу закрыто, иначе удует, и в общем, я думаю, потом я вам пишу, конечно, это не будет такой сумбурный клевый день, как, не знаю, насчет клевого, конечно, я тогда плохая на обауха была, как два года назад в мае, но я думаю, может быть, он вам будет как-то интересен, скажем так, какой-нибудь обычный будничный день Лёли, когда она не занята какой-то конкретной вот так работой, почти выходной, когда Лёля начинает разгребать дела, которые накопились и не смогли сделаться за последние две недели дёрганье и то туда, и то сюда, я собираюсь ещё сегодня продолжить, я вообще у меня в планах добить эту главу, хотя там ещё страниц 30, наверное, предпоследняя глава любви ёжика, но вот тот момент, когда уже прочитал, знаешь примерно о чём она, но остаётся только более-менее литературно как-то это вписать ручками в файлик и заодно впечатать в Атаку Моль, ну Атаку Моль он такой закрытый сайт, если у вас нет регистрации, а инвайты, по-моему, там уже давно закончились, то, к сожалению, вам, наверное, это не увидеть, но там очень интересно так оформление облачка, наводишь мышку и читаешь, в общем, пока так, я тут на 4 минуты уже наговорила, я что-то так вспомнила, когда мы с Аленкой записываем эти влоги, у меня в Угличе, или у неё в Ярике, когда я приезжаю, она всегда говорит, ой, насколько мы там наговорили, о, ну нормально ещё, да, кстати, там по поводу Аленки, я, конечно, пока ещё ничего не планирую там насчёт в Ярика, но если меня ткнёт, вообще просто в такой самой как-то не хочется никуда ещё ехать, дальше в Угличе там выходить, и тем более на автобусе два с половиной практически часа трястись, хоть у меня было предложение знакомого, ну типа на машине, так сказать, меня подвезти туда и обратно, он там где-то работает, но надо вставать в 7 утра, я, конечно, может, не против 7 утра, но что мне там с 8 утра, допустим, если мы за час заедем, с 8 утра делать, потому что у Аленки, допустим, раньше у неё была какая-то конкретная работа, сейчас я не знаю, как у неё с этой работой, но суть такая, что я приеду, и что мне там с 8 утра, допустим, мы с ней в 12, или в час, не представляю, вот как это всё делать, ну если бы меня, допустим, кто-нибудь подбросил, я вообще думала, что ко мне там приедет Ирка, которая всё ещё ко мне собиралась, и мы с ней куда-то там собирались, я думала, что мы с ней съедем, допустим, Рыбинск погулять вместе, там ещё как-то, ну может ещё как-то куда-то, там тот же Ярик, если она, допустим, на один день, но что-то у неё не сложилось, или я уж не знаю как, с одной стороны, я когда ей пишу сообщеньки, у меня ощущение, что человеку навязываюсь, поэтому я как-то, может, конечно, это не так, на самом деле, я ей не навязываюсь, у меня там куча супер своих дел, но вот что-то пока у нас ничего не сложилось, поэтому я не знаю, когда я вообще буду в Ярике, но точно не когда вот такой дубак, Яндекс мне говорит, что на улице минус 11, но вместе с ветром кажется, что минус 17, на градуснике я тупо своими глазами не вижу, на этом, который у меня там на балконе, но просто как-то мне сейчас пока ну, видимо, нет желания или нужды, раньше в Ярике я ездила чисто вот в магазины, допустим, за Ифраше в основном, еще зачем-то мне тут, благодаря моим дорогим подписчикам, вам, мне теперь столько всякого из Ифраше добра, что мне, в принципе, даже и не надо ехать в Ифраше, ну, и в Ревгош я заезжала, ну, мне в Ревгош исключительно нравились вот эти, я не помню, фирму, шарики масляные для ванн, у меня их уже давно нету, но только из одних или у меня еще есть это пяти, трехпроцентная, по-моему, эта карта, белая обычная, или одна процента, даже не знаю, но обычно вот эта самая начальная карта Ревгоша, скидочная, и чтобы только из-за этих трехсот рублей в Ярик ехать, мне что-то, я как-то, не знаю, те же роллы можно и здесь поесть, в каком-нибудь Такешем, на второе дня еще заказывают в каком-то, я не знаю, где-то у нас в Угличе, у гостиницы какой-то, то ли суши-пицца, то ли пицца-роллы, что-то такое есть, я так поняла по им отзывам, что они там все такой конкретной большой семейкой, то одна часть, то другая заказывают, там очень вкусная пицца и роллы, но роллы я могу сама свои есть, в общем, я к тому же веду, что если тупо приехать, посидеть в кафе, мне как-то вообще юмора не понимают, смысл тратить деньги и время, учитывая, что по дубаку едешь туда, столько времени, потом обратно, больше устанешь, чем какого-то кайфа получишь от встречи, но Аленка тоже ко мне как-то что-то, не то, что не горит желанием, я думаю, у нее просто там возможности нету приехать, и несколько финансово, скорее, сколько времени, так что, вот это по поводу этих влогов с Аленкой, но я думаю, что весной я, наверное, туда точно доберусь, кто-нибудь куда-нибудь, или я, или она ко мне, в общем, пока я заканчиваю этот треп, и собираться буду, да, я уже тут это вот, я вот так вот снималась в Эйвоне, точнее, Эйвоновский видос я так снимала в этом платьеске, ну не в холаде, в платьеске, и там у меня джинсики на кровати лежат, а еще, возможно, видно этот маленький нетбучик, он заряжает, вот как раз я его заряжаю, чтобы потом присоединить к нему эту камеру и попробовать, как там мне сказали прямые трансляции готовки, я, конечно, без предупреждения не буду устраивать эти прямые трансляции, и на самом деле очень устает горло, когда вот столько много говоришь, как я заметила, но хочу просто попробовать, как оно там встанет, не встанет, получится или нет, потому что ринукс, он все-таки очень хороший, но иногда раз на раз не приходится, никогда не угадаешь, где с буддом встанет, а где сразу же прирастет, вот я тут Windows монтирую, ну и не то, комментирую, ну и не то, вот тут вы кусочек видели, как я монтирую, я пока соображала, куда это пристегнуть, решила просто делать так, в общем, сейчас я тут стою, в своем этом, свитерочке, с пингвинами, красными, новогодними, и собираюсь пообедать, поздно, правда, пообедать, 17-31 минута, вообще, весь день у меня какой-то сегодня отходняк, видимо от всего что-то последние дни было, и у нас уже практически темно, и я все-таки все еще собираюсь погулять, сейчас я вот пойду обедать, не буду я вам обедать на камеру, я просто говорю, что я пошла обедать, поздний такой обед, ну и постараюсь, не знаю, когда это видео выложится, но Эйвон, наверное, выложится раньше, Эйвон я планирую все-таки сегодня выложить, здесь воно глянь тут камеру-то, ой-ой-ой-ой, не хочет, ну и варить тогда, пристанул, пришел я с улицы, там, ну, если тепло одеться, то не холодно, но такая конкретная зима, и я, можно сказать, не замерзла, и, ну не знаю, 38 минут пешком я шла, я на велике примерно столько же, примерно тот же маршрут делаю, сначала думала, до магазина дайте, печеница захотелось, а потом подумала, ну вот, зайду в магазин, куплю печеница, потом еще куча всякой хрени, а у меня грецкие орехи второй месяц лежат, все ждут, когда я их съем, мучаются, как бы бабушка моя сказала, потом еще орехи эти, кедровые лежат, вишня сушеная, вообще, в принципе, к чаю всего дофига, ну, правда, всякие там сухофрукты, еще шоколад топленый никак не доделаю, ну и, в общем, в результате, пока я думала, поняла, что я уже все возможные магазины прошла, сейчас думаю, чайку долбануть, и в перевод залезть, если получится, то засниму процесс этого самого перевода, и еще я подумала, что, наверное, все-таки мне надо, по-моему, она у меня слегка неровно стоит, эта камера, надо мне, наверное, маленький штативик купить, потом уже, если мне сезона какие-нибудь бонусы, как обычно на день рождения пришлют, к ближе к дню варенья, 14 февраля у меня день варенья, то я это, по лазу, я там закажу тот же маленький штативчик, который на стол ставят, как дядя своему заказывала, чтобы ставить на стол, и была нормальная прямая трансляция для вас, в том же плане даже, если так, ну и так, если снимать себя вот со стола, или делать какой обзор на фоне ковра, для тех, кто любит, когда у меня физиономия почти в полный монитор. Поставилась я на свой французский школьный словарик, и что-то я пока ставилась, думала сказать, и забыла, вот блин, ну я же пишу, как бы, как прошел мой день, да, ну вот он, все еще идет этот день, и весь он какой-то, я планировала совершенно много дел сегодня сделать, но почему-то, вот кстати, что-то как-то он странно, фокусироваться на меня, или я на него не смотрю, я все никак не определюсь, куда мне смотреть, чтобы и в монитор видеть, что там было, хотя бы, ну понимать, что я туда смотрю, и в камеру, в общем, день у меня как бы еще идет, и, а вот что я же хотела сказать, я хотела порекламить, это я думаю, что вот это видео все-таки позже выйдет на канал, ну а сейчас, потому что у меня почти на середине монтажа обзор Эйвона, который, вот что у меня есть этого Эйвона, вот эти духи там я уже обозревала, еще на всякий случай скажу, который мне Алёна О присылала, я не знаю, как у нее сейчас канал называется, и вообще, ну как бы на нее ссылку не могу дать, но вообще мне очень понравились они, они и раньше-то мне нравились, как-то так они интересно пахли, а сегодня я их заюзала, и вот они, и перед выходом, минут через пять раскрываются совершенно по-иному, а на улице, да, вообще очень ярко, вот такой унисексовый мужской аромат, если бы я еще шла, так подумала, если бы на мужчине, на каком-нибудь, ну даже если бы у него тип лица был не совсем мой, был такой аромат, я бы, наверное, на него запала, в общем, на аромат на мужике, в таком случае даже так скажу, очень классный, и сейчас на мне вот эта вот мелкая помадка-пробник, которая тоже вот в обзоре Эйвон будет, и вот этот цвет, который на мне вот этот, наверное, ближе к оранжевому, коричневому, не знаю, он бронзовый, раньше у Фаберлика, нет, не Фаберлик, как же, у, третья-то каталожка, Эйвон, а, вот у Арифлейма была такая помада, помада, и к ней еще был бальзам, или блеск такого же цвета, такой бронзовый, мне очень нравился, мне кто-то подарил, потом мне сестра дарила, одна из сестер, из Ярика, сестра, и еще я потом заказывала, мне очень такая помада нравилась, но, по-моему, ее уже больше нету в этом, в Арифлейме, потому что я помню, тогда на день рождения у меня Аленкова спрашивала, что я хочу, вот в прошлогоднее день рождения из каталожек, на самом деле ничего не хотела, но она так хотела, чтобы я ничего не хотела, то я решила согласиться, и вот просто уже притянула за уши, то, что, возможно, мне бы хотелось, именно вот помаду я такую искала, но именно такого оттенка я не видела, к сожалению, это к тому, что если вдруг чего, это из этих хотела, то вот такого цвета помаду я бы хотела себе, ну, не в пробнике, а в нормальном формате, у этого Айфраше, по-моему, я такой тоже не видела, ну, в общем, нигде как-то мне не встречалось, или я просто специально не искала, так, пока я снова прервусь, и надо бы мне переодеться, что ли, я тут попутно пытаюсь затестировать так, чтобы сейчас у меня на другом постаминке стоит, коробочка из-под кошелька кожаного красного, который был в обзоре, наверное, два раза, в каком-нибудь обзоре этой сумки, в чем моей сумочке, два, и, наверное, может быть, в СМР-ном обзоре сумки, потому что, по-моему, тогда уже был этот красный кошелек, короче, я все тестирую камеру на тот момент, как правильно ее поставить, чтобы, если я буду делать следующую трансляцию, как-то было удобно и мне, и вам, а не Лёля с вытянутой шеей, но так как продолжение дня, может быть, слышно, как кот орет, потерявший меня в очередной раз, почему-то, не знаю, как он себя ведет дома, когда он один, может ему глючится, что я его зову, когда он дома один, потому что, когда я его зову, а он орет, он как-то не реагирует, и приходится выходить, относится интересно это к тому, как я провожу свой день, где-то зеркало в облогу встать, но это все-таки лучше с зеркалом, и вот что клево, на Дебиан у меня 4 рабочих стола, и вот сейчас на одном у меня идет монтаж, там перевод, открытый браузер, на этом я достала камеру и другой браузер, с которого трансляции идут, я просто хотела протестировать, сейчас глянуть, как-то вот в одиночном режиме будет идти, если вот так вот я выглядеть буду, ну и я там увеличила шрифт, правда у меня какой-то слегка глючноватый этот хромил, но он сам себе в принципе глючноватый, ну вот вариация для Дебиана, вообще какая-то, по крайней мере он позволяет делать эти трансляции, а не как Mozilla написано, что поддерживается, но Mozilla с Google на самом деле не дружит, в том плане, я сегодня думала, какую-нибудь из этих масок заюзать, или ту, или другую, с одной стороны в принципе, я вот перед выходом сегодня на улицу вот этим заюзалась, но уже дофига просроченная, но так как тут в принципе, ну ничего такое, во-первых, вы есть не борщ, тут у нас белый вазелин, гусиный жир, минеральная масса, парафин, парафин, металл, парабен, только витамин Е и ВНТ, не знаю, что это такое, по русскими большими буквами, это вот Гринмамовский, Денис Азарнин, он давно уже, по-моему, снятости, бальзам, что-то у нас защитный бальзам, для лица и рук, от морозной погоды, французским гусиным жиром, короче, очень классная штука, я одно время, помню, в какую-то зима была, у меня что-то где-то были эти перчатки и рукавички, я все время их забывала достать, я ходила по улице, вот им намазывалась перед выходом на улицу, таскала его с собой в сумке, что если в гости пошла или еще куда-то перед выходом намазаться, и у меня руки совершенно не морозились, ничего с ними не было, и вот на лицо вот так наносилась сегодня перед выходом, может быть кожа слегка блестит, но вот она зато морозом не попорченная, не обмороженная, ничего, вот я к тому, что вроде как она увлажненная, но с другой стороны, я хотела эту маску заються, хотя у меня еще есть другая маска, которую тоже надо бы заюзать, потому что у меня тут какой-то прыщик хотел вскочить, и я решила, что надо бы его в защототочном состоянии прибить, и может быть все-таки надо нанести, не, я на камеру маску-то наносить не буду, я не настолько смелая, скажем так, но вот эту вот маску, я думаю, наверное, нанести, которую мне Ирка подарила год назад, так что, будь, к тому же у нее сроки подходят, она до апреля этого года, целый год ждала, кстати, вот у меня тут только что код прошел, но, конечно, его не видно было, но можно было бы его поймать, но он так на меня смотрит, я думаю, он не решит, не захочет, чтобы я его ловила, то у меня камера слегка тормозит, потому что все-таки тут до хрена процессов идут, и вот не знаю, оно у меня в видео записанном также тормозить будет, в итоге я поужинал, сижу с котом, и вместо перевода черн дернул меня почитать про этот ваш донат в стримах, и я зависла на 2 часа, я даже программу установила, забыла, как ее там, ОБС для Линукса, и нашла уже нормальную информацию, видео, как-то отстраивать, это ОБС в Линуксе, и даже зарегистрировалась в этом донате, но только на территорию, все вчитаться, прочитать, понять, настроить, между собой присобачить, и надеюсь, в среду у меня уже получится вам с этим донатом выйти, я даже статью прочитала, где даже таким танкистам, как я, объясняется смысл этого доната, и частично смысл этих трансляций, как бы так, так что вот, ну, я думаю, что сейчас вот это все дочитаю, надеюсь, и мне надо бы как пораньше лечь, потому что завтра меня позвали в гости, вместо сегодня, и я, как бы, все-таки хоть чуть-чуть, ну, мне же еще хоть чуть-чуть, я бы надо позаниматься, ну, короче, я надеюсь, что я хоть чуть-чуть поперевожу, вот, мне очень дико хочется попереводить, но я тут зависла в этом чтении, и как-то разрывается прямо туда и сюда, так что вот, и я не знаю, наверное, еще что-нибудь такое запишу, как у меня закончился этот день, потому что хоть у меня тут 26 минут 10, но вроде он пока еще не закончился этот день. В итоге я 4 часа проводилась, разбираясь с АБС, и донатом, ну, и на донате я зарегилась, АБС я установила, но АБС у меня очень старая версия, видимо, для Дебиана или нету новой, хоть у меня и последний Дебиан 9, или я что-то не поняла, и возможно, у меня все-таки не случится в стримах этого самого того доната, где выходит окошечко, и я так поняла, по статье, судя, люди задонатившие ждут, что вот в видео всплывет там уведомление, что такой-то такой-то кинул столько-то, столько-то, и ему типа будет от этого хорошо, что вот он засветился перед блогером, но это чисто мой краткий пересказ одной статьи, которую я прочитала о пользе вот этого доната в стримах, но у меня как бы есть донат, я открыла вот сегодня, точнее даже вчера еще вечером, ВКонтакте, там можно закинуть на Яндекс любого вида деятельности и, допустим, даже на киви, и в принципе, те же вот эти платные сообщения в чате, хоть 30% откусывает у меня YouTube, ибо до определенного там количества подписчиков, но мне до этого еще как до луны, там, по-моему, больше 500 тысяч, когда получается, тогда откусывать будет чуть меньший процент от выплаты, ну, в общем, как-то так у меня эти деньги теряются, но я посмотрела на этом донате, который, я не помню название, но там донат чего-то такое, этот отдельный сайт, и там тоже, в принципе, откусываются проценты, чтобы вывести на что-то, с этого что-то на другое что-то, ну, и как-то так. Я потратила 4 часа на это, знала бы, что это все такой геморг, то лучше бы перевела уже, наверное, бы ежика, устала жутко, мозги совершенно в прострации, завтра мне надо в первой половине дня пойти в гости, и вот вроде как я хотела пораньше лечь, не знаю, то ли в ванну залезть, то ли еще что-то, но, в общем, день у меня как-то прошел в изучении, я рылась в этом терминале, поняла, почему суда не идет у меня, как, допустим, в минте, или в бунте, была бы просто суда, то-то, 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 но и установить какой-нибудь пакет. Здесь идет именно сок, сокращенное такое, в общем, поняла, почему у меня там что-то такое не шло, и кучу всего она устанавливала в менеджере пакетов, этих приложений, или как там его, перерыла кучу информации совершенно, и поняла, что, в принципе, это ОБС, ну, много у кого глючит, не только у меня, и я не знаю, поставится у меня она вообще, ну, в смысле, будет ли там идти через нее трансляция, я попробую уже, наверное, завтра поднастроить все-таки, по инструкциям, как ее вообще настраивать, но у меня вышла очень старая версия, как я поняла, там этот браузер, который хоть написали, браузер плагин Ленекса, для ОБС, он совершенно никакой роли не играет, и, походу, мне придется, наверное, просто чистить эти все папки, и сейчас я постараюсь это все смонтировать, я не знаю, правда, как у меня ляжет форматы разных видео, в один ровный видос, потому что половину я снимала вот на эту камеру, ибо Сонька у меня разрядилась, ну и я, наверное, даже уже не знаю, у меня по времени 31 минута 12, 5 февраля, и, наверное, я вот уже только пару строчек напишу, я этого своего японского, блин, я уже две недели вся такая замученная, то одно, то другое, вот у меня, если честно, уже так это все остащертело, но я все-таки, вот один видос у меня ивановский загрузился, и вот этот я тоже сейчас спондирую, наверное, уже загружу завтра, в общем, вот такой у меня был странный день Лёли, вон у меня юбка там лежит фоном, в который я обычно дома хожу, иногда я снимаю в ней видосы, но ее не видно, наверх там какой-нибудь кофточка, блузочка, что-то в этом роде, я сейчас вообще сижу в фрашевской кофте, потому что у меня под ней на самом деле уже пижама, как-то вот, в общем, всем спасибо, кто осилил сей видос, и всем пока!